Как только мы сделаем миграции и применим их к нашей базе, у нас Django создаст ряд таблиц, в том числе и список, приведенный здесь. Наше приложение в Django называлось каталог, каталог товаров, поэтому все таблицы, все имена таблиц начинаются с этого префикса, с каталог. Модель пользователя входит в встроенное приложение авторизации, поэтому у пользователей префикс aus. У нас Django также создало промежуточные таблицы, поскольку у нас были атрибуты many-to-many. У нас есть basket-products, в которые содержатся basket-id и product-id, и также product-categories, в которые содержатся product-id и категория-id. Рассмотрим примеры некоторых таблиц, которые создаются после применения миграции. В данном случае мы использовали sub-bd-esculite, и показывая схему таблицы каталог product-categories, мы видим, что здесь есть нужные нам поля, которые мы и предполагали, product-id и категория-id. И также следует отметить, что Django для каждой таблицы, которую она создает, создает идентификатор, который будет являться primary-key. То есть в данном отношении product-id и категория-id эта пара не является primary-key. Это сделано по ряду причин. Одна из основных причин была рассмотрена нами, когда мы рассматривали нормализацию данных. Это состоит в том, что когда у нас есть не составной, а простой атрибут, который является первичным ключом, то это фактически сразу же приводит наше отношение к третьей нормальной форме. И таким образом Django борется с потенциально возникающими проблемами. Помимо самой таблицы, Django ORM также создало несколько индексов. Конкретно оно создало уникальный индекс на пару product-id и категории-id для того, чтобы избежать дублирования данных и привести наше отношение к нормализованной форме. И также были созданы индексы для внешних ключей, то есть для категории-id и product-id, которые необходимы для того, чтобы запросы выполнялись быстрее. One-to-one field мы создавали в сущности корзина. И вот как оно выглядит в SQL-синтаксисе. У нас здесь добавилось поле user-id, которое ссылается на модель, которая отвечает в Django за авторизацию, связанную с ее идентификатором. И также здесь отмечено, что данное поле должно хранить уникальное значение. Таким образом мы как раз и обеспечиваем связь один к одному.